Привет, YouTube! Меня зовут Полина, это бьюти-блог про макияж, прически и косметику. Выпуск посвящен макияжу на 14 февраля. Если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно, напишите, какой у вас любимый вариант макияжа на 14 февраля. Единственное, наверняка я бы не делала акцент на губы, не используя какой-то суперяркий цвет на губах. Все-таки это день влюбленных, и я думаю, что это не суперклассная идея. И сделаю акцент на глаза. С вами наклеим еще реснички. И пройдемся, сделаем наскловая тень. Я набираю на кисть сначала, а потом слегка прохожусь, где у меня тень. Макияж я хочу сделать легкий, свежий. Вряд ли буду использовать какие-то блесточки. В качестве кремовых румян будет мой любимый продукт от марки Коран, с оттенок 03. Это очень освежающий тинт для губ и щек. Несмотря на то, что он достаточно яркий в упаковке. Вот смотрите, супер такой насыщенный. Он дает полупрозрачное покрытие. Вы сейчас тоже это заметите. Только уже больше прибивающими движениями. Толупаемся. Очень прозрачный. Поэтому не стоит бояться ярких цветов. Давайте быстренько пройдемся с сухими продуктами. Я возьму бренд Nars. Это палетка, которая содержит в себе и легендарный их бронзер Лагуна, и румяна Nars Argasm. И мы продублируем с вами нашу кремовую коррекцию. При желании можно использовать только кремовые продукты, либо только сухие продукты. Но я хочу, чтобы у нас макияж получился максимально стойкий и хорошо смотрелся в любом из освещений. Поэтому я кремовые продукты дублирую сухими. Румяна возьмем также из этой палетки Nars Argasm. Красивая, свежающая, легендарнейшая румяна Nars. И смотрите, раз, и красивенько. Они идут с золотистым сиянием. Предлагаю оформить нам брови. Следующий выпуск был посвящен бровям. Именно там я вам рассказывала подробно, как я рисую брови, чем я рисую брови, и как вообще продукты отличаются друг от друга, какие мы когда используем. Если вы не видели, перейдите, посмотрите. Видео, как по мне, получилось очень информативным. Сегодня я для бровей буду использовать автоматический карандаш. Так, прокрасила брови карандашом. Теперь берем цветной гель для бровей. У меня от марки Экваранс. Кстати, невероятный стойкий гель для бровей. Прокрашиваем очень аккуратно. И теперь берем карандаш, прикладываем. Вуаля! Так, фиксируем брови. Так, наш результат. Теперь припудрим тезону. Возьму пудру Airbrush Rotilbury в оттенке 01. Для нее буду использовать кисточку из белочки от Chic, потому что пудра очень мелкого помола, и если у вас кисть будет, например, с козы, велика вероятность, что она будет просто вам крошить эту пудру. Пройдемся по Т-зоне, чтобы сгладить немного наши поры и блеск убрать. Переходим с вами к макияжу глаз. Коричневый карандаш у меня в оттенке Т. Тедди от MAC. Вы можете выбирать абсолютно любой коричневый карандаш. Главное, чтобы он не был гелевым. Выпаскиваем уголок. Максимально так спускаясь к ресничному ряду. Маленькую кисточку и немножко растушевываем край. Я себе сейчас кисточкой, которая с остатками консилера, вот такая плоская, ей уже я вычищала линию брови. И вычищаю кончик стрелки. В качестве теней палетка будет от Charlotte Tilbury. Мешаю два цвета, коричневый и серый. И продублируем свою стрелку. Итак, наш промежуточный результат. Вот он готов. Сейчас нанесем сюда кремовую матовую тень телесного цвета. Закроем это все сухими какими-то тоже телесными тенями. И у нас будет такой максимально натуральный макияж. Кремовая матовая тень от бренда Beauty Drugs. И наносим его на подвижное веко. Кисточкой распределяем. И этот оттенок. Это же можно кисточкой. И закроем нашу тень. Добавим немножко румяна. Я беру просто пушистую кисточку. Встряхиваю. И ставлю вот в складку века. Очень хорошо освежает. Пока оставим так. Я быстро сделаю сейчас второй глаз. Потому что посмотрю, будем ли мы с вами делать нижний веко. Либо, возможно, ставим просто верхнюю часть только накрашенную. И к вам вернусь. Поглаза сделали. Я решила, что мы не будем делать нижний веко. Сейчас снова беру коричневый карандаш. Просто немного его усилим. Вот здесь. Как такая легкая стрелочка. Будет ближе к ресничному краю. Потому что наша задача сейчас приклеить реснички. Наклеим с вами пучки. Я выберу вот 0,9 размер. Это с Алиэкспресс можно заказать. И клей у меня от Илья. И еще нам с вами понадобится пинцет. Клеить мы с вами будем к уголкам. Выдавливаем немного клея. Отрываем кончик. Переворачиваю. Макаю вот в клей. Переворачиваю пинцет. Чтобы основание, где у меня клей, был к ресницам. И ставлю вот к основанию ресниц. Отрываю за основание. За хвостик. Макаем в клей. Переворачиваем пинцет. И ставим рядышком. Сейчас вы можете видеть небольшие такие белые точки. Но когда клей высохнет, он станет прозрательным. И мы с вами тогда прокрасим тушью. Я думаю, что добавлю сюда еще один. Будет у нас по 4 пучка. Так, все готово. Один вот, видите, сделан. Сейчас переделаем на второй. Все то же самое. На губах у меня был предварительно бальзам. И убрать шелушение, которое есть. И теперь сухой салфеткой просто промакиваем. Карандаш у меня от Патрика Та. Очень крутой карандаш. У них 4 цвета. Все максимально натуральные. Как светлые, там есть такие темные оттенки. И они очень здорово, натурально увеличивают губы. Чуть так натягиваем и сглаживаем галочку. Я просто не люблю, когда она у меня острая. И теперь идем от уголков на объем. И нижняя часть. Вероятно стойкий и будет с вами почти весь день. Давайте на губы также нанесем тинт от Colorance 03, который мы использовали с вами на щечки. Выдавливаю. Тут был спонж, просто я его сняла. И похлопывающими движениями носим на губы. Так, давайте прокрасим наши ресницы, чтобы уже как-то завершить образ и посмотреть, нужно ли нам с вами что-то добавить сюда, либо же нет. Тушь Shiseido. И я думаю, что вы понимаете, нижние ресницы мы в этом макияже не красим. Так, образ завершен. Если вы хотите сюда что-то добавить, кстати, это будет очень интересно, напишите под этим видео в комментариях, вот что бы в этот макияж вы бы добавили. Может где-то ярче, где-то цвет губ ярче. Будет действительно интересно почитать ваше мнение. Я бы, возможно, добавила больше румян сюда. И, наверное, так сейчас и сделаю. Сталого цвета. Это будет помада от Temptu. Добавлю по пальчикам на центральную часть губ. Немного на щечки. Стушевываем слегка. Чуть-чуть все добавим. Итак, теперь мой макияж для меня точно завершен. Вот, видите, тоже его в конце немножко видоизменило. И мне очень нравится такой результат. Спасибо, что посмотрели это видео. Поздравляю вас с наступающим праздником Дня влюбленных. Надеюсь, вы его отлично проведете. И до новых встреч. Пока. Пока.